К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Это масштабная задача, которую ставит президент России. Один из вариантов ее решения – инвестиции в регионы страны, в том числе сибирские. В плане стратегии развития Сибири 200 крупных инвестпроектов на сумму 17 триллионов рублей. Поэтому инвесторов надо всячески поощрять. Такую мысль высказал на встрече в Москве полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе. Прошу настроить органы исполнительной власти и местного самоуправления на неформальную, живую и результативную работу с инициаторами инвестиционных проектов. Реакция на их обращение, просьба о помощи должны быть быстрыми и по возможности эффективными. Большой инвестпроект планируется вложить и в развитие туризма в Алтайском крае. Об этом уже говорил губернатор региона Виктор Томенко, рассказывая о привлекательности нашего края в рамках пленарной сессии. Портфель инвестсоглашений с инвесторами, которые именно в туризм собираются вкладываться, у нас сегодня почти на 50 миллиардов рублей. К 2030 году будет построено более 3800 новых комфортабельных номеров. И, в общем-то, конечно, это увеличит турпоток в целом по краю практически на треть. А края без того уже пользуется большой популярностью у туристов. Особенно губернатор отметил Белокуриху с ее медицинским туризмом, алтайские соленые степные озера, бирюзовую катунь и комплекс «Сибирская монета», пригласив приезжать на Алтай. Ведь, по его словам, у нас все настоящее. Кстати, почти 8 месяцев на выставке «Россия» на ВДНХ работал и павильон нашего региона. За все время выставки на стенде было проведено более 400 мероприятий. Это различные мероприятия, как тематические, так и отраслевые. Анонсы, презентации тех событий, которые традиционно у нас проходят в крае. Например, фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», «Сибирская масляница», «Цветение моральника». Выставка России подошла к своему завершению, но по поручению президента скоро будет создан Национальный центр России. Где и каким будет участие регионов в его работе, пока определяется. Но это явно станет еще одной возможностью рассказать об Алтае представителям других регионов страны и повысить тем самым его туристическую привлекательность. Татьяна Голубева, День с толком.